Большие планы. Аким области ЖТСУ с рабочим визитом посетил Сарканский район. Бейбет Исабаев представил общественности нового руководителя региона, а также посетил ряд социальных учреждений. Какие проблемные вопросы были подняты и нашли свое решение во время рабочей поездки главы края в Сарканский район, узнаем из нашего следующего сюжета. Встречу с активом Сарканского района глава края ЖТСУ начал с самого основного – представления общественности нового руководителя. Пожелав Галымжану Маманбаеву, отныне возглавляющему данный регион, успехов в работе, Бейбет Исабаев рассказал о достижениях, проблемах и перспективах района. Особенно радует тот факт, отметил глава края, что в районе отмечается рост инвестиций в четыре раза. С начала года в регион привлечено 24 миллиарда тенге вложений. В инвестиционную карту района вошли 14 объектов, из которых три крупные проекта. Как вам известно, в районе ведется строительство ветроэлектростанции Абай-2 мощностью 50 мегаватт, гидроэлектростанции ГЕС-2 и ГЕС-3 общей мощностью 9 мегаватт со сроком ввода в следующем году, то есть в 2023 году. Реализация данных проектов позволит привлечь более 37 миллиардов тенге инвестиций с созданием около 100 постоянных рабочих мест. Как отметила Акимобласть, одним из актуальных вопросов остается ремонт дорог. Так, на сегодня в регионе уровень качества дорог составляет всего 65%. Этого недостаточно. Тем более, что от данного показателя зависит и приток туристов в регион. А ведь в районе есть особенные возможности для развития туризма, как отрасли экономики, добавил глава края. Такие перспективы открываются благодаря одному из крупнейших водоемов Казахстана – озеру Балхаш. Сегодня предпринимаются меры по развитию побережья. Реализуется проект по строительству инженерно-коммуникационных сетей на берегу озера. Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения от села Кокжиде и вдоль побережья протяженностью 16,3 километров, канализационных сетей вдоль берега, прокладка линий электропередач от села Липсе и вдоль побережья. Подана бюджетная заявка на 4,9 миллиардов тенге в республиканский бюджет. Буквально прошлой неделе я был в Астане, руководством правительства есть определенные договоренности. И дорогу будем строить, параллельно инженерные коммуникационные сети будем прокладывать. И тогда, к 2025 году, инвесторы сами придут. На встрече были подняты и другие актуальные темы. Особое внимание Биби Тасабаев уделил проблемам в сфере образования, отметив, что сегодня в проведении ремонта нуждаются несколько школ района. Кроме того, на контроле руководство области и вопрос качества знаний. В результате проверок в области выявлено более 100 поддельных дипломов преподавателей школ. При этом 53 учителя из Царканского района. В связи с нарушениями Аким области обратился к руководителю районного отдела образования. Вы работаете здесь 10 лет. Вам не стыдно за такую ситуацию? Я бы на вашем месте уже написал заявление по собственному желанию. Перед народом должна быть восстановлена справедливость. 10 лет поработали достаточно. Вы показали себя не с лучшей стороны. Сегодня здесь не присутствует представитель областного управления образования. Поэтому поручаю аппарату руководителя Акимата района разобраться и принять соответствующие меры в отношении этого сотрудника. В рамках рабочей поездки в Царканский район Аким области также посетил ряд учреждений. Он встретился с коллективом спецшколы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Сегодня здесь обучается 55 ребят. Воспитанники обеспечены пятиразовым питанием. А за здоровьем детей неустанно следят 4 медсестры и врач-педиатр. Руководители учреждения обратились с просьбой к главе региона. По их словам, сегодня остро стоит вопрос необходимости строительства общежития при школе, крытого туалета, бани, актового и спортивного зала, а также детской площадки. Бибыт Исабаев, в свою очередь, пообещал, что будут приняты меры для решения этих проблем. И уроки проходят, и отдыхают дети. Все в одном помещении. Мы поможем решить этот вопрос. Посетил глава области и детско-юношескую спортивную школу города Саркан. В здании, построенном 12 лет назад, в этом году был начат ремонт. Сегодня спортивную подготовку здесь проходят свыше 1 тысячи детей. А потому вопрос проведения ремонтных работ должен быть на строгом контроле, отметил глава края. Надежда Белова, Шалкар Нурмухамбет, Жасон Чингинжинов, телеканал ЖТСУ.